здравствуйте дети сегодня мы с вами будем лепить веточку груши посмотрите какие работы могут быть что такое груша вы видите что это фрукт груша бывает разных сортов вы наверное приходите в магазин или у вас у самих на дачных участках есть тоже разные сорта груш расскажите какие сорта у вас груш а я вам сейчас расскажу какие сорта бывают есть груша чижовская есть позднее есть ноябрьская и знаете еще есть маленькие карликовые груши груша конечно плод очень вкусный она сладкая ароматная груша а если груша позднее то она полежит полежит вот когда ваши родители собирают все фрукты в саду потом становится сладкой вкусной еще более ароматной ребята а что делают из груш давайте вспомним правильно компоты варенье сушат грушу конечно много всего из груш можно приготовить сегодня мы с вами будем лепить грушу давайте посмотрим какой формы груша правильно как виде капельки мы с вами уже выполняли такой прием капельки для того чтобы нам слепить такой плод груши нам необходимо тесто для приготовления теста нужна емкость ребята вам надо спросить разрешение у родителей чтобы вам дали какую-то посуду для того чтобы мы с вами замесили тесто надо приготовить рабочее место ребятки вы пожалуйста спросите разрешение у родителей и я благодарна родителям что они вам помогают и все создают то чтобы вы лепили создавали работы выполняли вы все что нужно а также еще вы ведь занимаетесь творчеством вам очень нравится лепить из соленого теста ребятки для того чтобы нам приготовить соленое тесто нужно обязательно два стакана муки стакан соли стакан воды и вот замешивается такое тесто спасибо ребята что вы замесили такое тесто а сейчас мы с вами будем еще готовить рабочее место нам сегодня для работы понадобится тесто понадобится бумага понадобится дощечка обязательно влажные салфеточки которыми мы будем пользоваться во время занятия краски кисточки стеки много что нам понадобится клей вот а сейчас мы рабочее место приготовили сделали с вами тесто соленое а сейчас мы вспомним технику безопасности как же мы будем с вами все выполнять мы знаем что соленое тесто кушать нельзя стеком пользуемся так что держим острие в ладони и тупым концом передаем друг другу пользуемся салфеточками протираем пальчики салфеточками а после работы убираем рабочее место а также еще и моем руки ребята ну вот все мы приготовили для того чтобы нам создать такую веточку груши нам понадобится конечно эскиз нужно взять карандаш или фломастер и нарисовать эту веточку груши нарисовали вы отметили где будут веточки где листочки и начинаем с вами уже создавать эту грушу веточку груши можно нарисовать зеленым веточку груши зеленую или фломастером или же красками в данном случае я возьму зеленый фломастер и вот так вот проведу это будет у меня уже готовая веточка а также можно и нарисовать фломастером разные листочки вот нарисовали листочки вы можете потихонечку создать этот образ нарисовать и будем мы с вами лепить груши как же будем лепить грушу берем кусочек теста раскатываем разминаем кладем на ладонь и начинаем капельку раскатывать вот раскатаем капельку у нас капелька будет вот такая вот такая груша но можно сделать и маленькие груши мы можем сделать груши и из цветного теста например берем кусочек желтого теста и будем сейчас лепить грушу размяли размяли немножечко вот раскатали шарик и шарика делаем капельку вот у нас получился такой плод прикрепляем еще также берем также раскатываем пальчиками можно делать можно делать маленькие груши разминаем раскатываем и снова получилось у нас еще одна груша не забывайте ребята тупым концом стека или же карандашиком вы видите у груши здесь показано что был цветочек а потом из цветочка сформировался плод нам тоже для ясности и правдивости нужно аккуратненько карандашиком или фломастером или же стеком сделать вот такие углубления тоже получится такое вот как будто бы груша вообще висит у нас как настоящая еще берем тесто также разминаем расплющиваем раскатываем в виде капельки опять получился плод мы видим если нам все понравилось мы считаем что все хорошо и аккуратно берем кисточку окунаем в клей и прикрепляем плоды так мы можем всю веточку заполнить грушами можно взять кисточку зеленой краски и зелеными зеленой краской дорисовать листочки можно делать и фломастера не забывайте ребята мы ведь еще можем листочки то сделать знаете из чего мы можем их еще ведь сделать и из теста кисточку промывайте кладите обязательно на салфеточку мы можем сделать листочки из теста мы можем также взять не забывайте тесто ложить и закрывать она выветривается мы берем кусочек зеленого теста раскатываем пальчиками также делаем капельку только и и при плюс 0 вот получился такой листочек прикрепляя если нас этот листочек устраивает мы его приклеиваем и не забудьте стека создать прожилки на этом листочке показать реальность нашей поделки еще оберем кусочек зеленого теста также разминаем расплющиваем делаем капельку и получился листочек и еще также приклеиваем так можно всю веточку заполнить листочками и нарисованными и слепленными из теста можно сделать и из белого теста потом только раскрасить также берем кусочек теста разминаем расплющиваем делаем капельку вот получился листочек прикрепляем если листочек нам нравится мы его приклеиваем с помощью стека создаем рельеф на листочке вот посмотрите ребята как у нас получилось пошлите мне свои работы ребята а как у вас получилось пошлите вместе с работами какие сорта груш у вас на в саду на дачном участке что вы готовите из плодов груш мне очень приятно ребята с вами общаться вы очень умные хорошие ребята молодцы не забудьте после работы убрать рабочее место прибрать и вымыть руки до свидания ребята 0 0 0 0 0